Игорь Яковенко подключается к нашему эфиру, с ним обсудим этот вопрос, и не только социолог, журналист и блогер. Здравствуйте, Игорь, рад вас видеть. Игорь, приветствуем. Здравствуйте, спасибо за добрый день, рад вас видеть. Спасибо, что соглашаетесь участвовать в наших эфирах. Игорь, а скажите, в России вообще не будут проводить выборы, получается, после того, что сказал Песков? Или это была импровизация от главного, ну, назовем так, друга Путина в публичном пространстве? Вы знаете, в России вообще еще никогда в истории этой страны, начиная с московского царства, никогда не было выборов. Вообще никогда, ни разу. То есть выборы – это такое мероприятие, когда вот была одна власть, потом проходит какое-то голосование, там какое-то мероприятие проходит, и власть меняется. Ну, вот о том, что такое выборы, хорошо знают украинцы, например. Вот в Украине на выборах власть меняется. Хорошо знают американцы, на выборах там власть меняется. В России такого не было никогда за много веков, за несколько веков существования этой страны. Такого не было в московском царстве, такого не было в императорской России, в романовской России. 300 лет династии романов никогда не было такого. В Советском Союзе. Там тоже были какие-то электоральные мероприятия, и в постсоветской России тоже что-то похожее на… Тоже там куда-то что-то какие-то бюллетени совали в какие-то щелочки. Но власть в результате не менялась. Поэтому вот выборов не было никогда. Именно как инструмента народоизъявления. Волеизъявления народа, в ходе которого народ действительно по своей воле, по своим… народ, который исторический субъект, вот такого не было никогда. Но и в этот раз тоже будет некоторое электоральное мероприятие. Обязательно оно будет… Ну, это… вернее так, я немножко оговорился. Но не обязательно будет. Оно будет в том случае, если Россия доживет до этого. Потому что это тоже не факт. Но если доживет, то обязательно будет в 2024 году будет что-то названо президентскими выборами. Народ будет, так сказать, приходить, добровольно или не очень, приходить на избирательные участки, совать какие-то бумажки в щелочке. И, значит, в результате будет объявлено, что Путин победил, ну, сколько там Песков сказал, более 90%. Да не вопрос. Какая разница? 100%, 140%, 1000%. Сколько Панфилова нарисует, столько и будет. Вот и все. Так что здесь, что касается оговорки Пескова, ну, сказал правду случайно человек. Ну, чего пристали? Ну, не все же врать. Сказал человек правду. Такое с каждым бывает. Даже каждый врон, он бывает так. Вот иногда проговорился. Может быть, случайно. Может быть, там, как-то отвлекся на минуточку. Ну, сказал человек правду. Выборы в России, действительно, это не демократия, это дорогая бюрократия. Игорь, а вот интересно все-таки понять, несмотря на то, что Песков стал оправдываться, все же понимают, что так и есть. Но давайте расшифруем. Что значит дорогостоящая бюрократия? Он что имел в виду? Что на поддержание видимости какой-то свободы приходится тратить много денег? Ну, хотя уже и видимости нету никакой. Или он имел в виду, что слишком много воруют чиновники в режиме Путина? А что значит дорогостоящая бюрократия? Вы знаете, вот в этом плане понять, что имел в виду Песков довольно сложно. Потому что выборы сейчас не очень дорогая история. То есть прошли времена, когда выборы, это был момент счастья для политтехнологов, потому что действительно огромные деньги зарабатывались на выборах. Сейчас этого нет. Сейчас какие деньги? Я думаю, что для политтехнологов это будет такая минута уныния. Ну, что-то они заработают. Я не знаю, кто будет в качестве альтернативы. Ксения Анатольевна Собчак наверняка выдвинет свою кандидатуру и потратит какое-то количество миллионов долларов на то, чтобы получить свои 0,5%. Но в целом, я думаю, что сейчас выборы это не очень дорогая история. Поэтому, что имел в виду, в целом бюрократия, да, она дорогая. Потому что на чиновников, на чиновничий аппарат тратятся большие деньги. Плюс еще они воруют как не в себя. Так что в этом смысле дорогая бюрократия. Но к выборам это не имеет никакого отношения. Поэтому фраза не только непривычна искренне для Пескова, но она еще и плохо сколочена, эта фраза. Это плохо сконструировано, потому что к выборам это не имеет никакого отношения. Но выборы стали дешевыми в России. Ну да, но стоит отметить, что Песков после этого попытался опровергнуть свои слова. Хотя, честно говоря, из его опровержения ничего не стало яснее. Он сказал, что он имел в виду, что якобы консолидация народа вокруг Путина такая, что 90% за него проголосуют в случае выборов. Ну, в общем, да, с чего он это решил, ему только известно. Но в этом же интервью New York Times Песков заявил, что Россия не собирается захватывать новую территорию Украины. И после этого сам себе спротиворечил, сказав, что мы хотим только те территории контролировать, которые ныне записаны в Конституции. Напомню нашей аудитории, что в Конституции Российской Федерации закреплена Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская область. Ни Херсон, ни город Запорожье, ни уж тем более даже большую часть территории этих областей Россия не контролирует, точно так же, как и Донецкую и Луганскую. Далеко не до конца. И вообще сейчас под Бахмутом все, мягко говоря, неоднозначно. Скажите, означает ли это, что Песков высказывает мысли Путина о том, что война будет идти долго и, в принципе, никакого компромисса даже в теоретического Кремль не видит? Ну, насколько Песков высказывает мысли Путина, я не знаю, потому что, в общем-то, тут важнее другое. Ну, то, что Песков говорит, это, в общем, вряд ли за этим можно угадывать какой-то большой глубокий смысл. Но то, что война будет идти столько, сколько Путин будет в Кремле, это совершенно очевидно. То есть, на сегодняшний момент ясно, что Путин войну не прекратит. То есть, ну, по крайней мере, до тех пор, пока российская армия не будет разгромлена, и результатом вот этого разгрома не станет обрушение путинского режима. Потому что Путин войну не прекратит даже в том случае, если российская армия будет отброшена за границы Украины 1991 года. Поэтому тут версии, что Путин прекратит войну, просто такой опции не существует. В этой войне, судя по всему, уже не будут участвовать наемники ЧВК Вагнер. Появляется информация о том, что в России семьям погибших боевиков у Вагнера перестают выдавать справки о том, что они участвовали в войне. Само по себе унизительно, но главное, что родственники из-за этого не могут получать льготы, выплаты. И их это больше всего тревожит. А можете объяснить, почему? Почему вдруг боевики Вагнера, которые ранее были героями, теперь вот даже справки им не выдают? Здесь же есть официальная позиция Пригожина. Пригожин сказал, что все, мы в этой войне больше не участвуем. Ну и в общем это понятно. Пригожин же, это же не про какие-то там ценности, не про какие-то идеи имперские, любые другие. И он про деньги. И Пригожин прекрасно понимает, что никаких денег в этой войне в Украине он не заработает. В Украине они могут заработать только вот эти черные пакеты, в которых их отправляют домой. Поэтому все, Вагнер из этой войны вышел. Дальше он будет воевать где-то в другом месте. Там в Африке, возможно, будет воевать в той же самой России. То есть это как пойдет. Но там, где есть деньги. В Украине для ЧВК Вагнер денег больше нет. Поэтому они не участвуют в войне. Поэтому и на самом деле вот этот конфликт между двумя мафиозными кланами, один из которых называется ЧВК Вагнер, а другой называется Российская Федерация, это именно два мафиозных клана, которые сейчас находятся в конфликте. И этот конфликт продолжается. И естественная реакция одного мафиозного клана под названием Российская Федерация, что он не поддерживает больше, так сказать, участников второго мафиозного клана под названием ЧВК Вагнер. Там дело в том, что значительная часть, мы не знаем на сегодняшний момент, какая часть, ну я по крайней мере не знаю, может быть кто-то знает наверняка, но я не знаю, какая часть бойцов ЧВК Вагнер заключила контракт с Министерством обороны. Вот их этих людей будут, но они уже не называются ЧВК Вагнер, они будут получать все льготы, и так сказать, они продолжают участвовать в войне против Украины. Но они не как ЧВК Вагнер, а просто как обычные контрактники. А та часть, которая пошла за Пригожиным, да, она в общем уже не воспринимается как партнер вот той части мафиозной структуры, которого возглавляется Путиным. То есть, еще раз, это не все не внутри государства, которого в России нет. Две мафиозные структуры, которые между собой, в общем-то, делят сферы влияния. Игорь, хочу вам поставить еще один вопрос. 28 июля Совет Федерации принял поправки в законопроект, исходя из которого сотрудники региональных военных компаний, которые фактически могут создавать губернаторы на местах, смогут получать огнестрельное оружие на легальных правах. Путин этот закон не подписал до сих пор, поэтому он в силу не вступил, хотя его не раз обсуждали в эфирах. И Андрей Картополов, это глава комитета Госдумы по обороне, сказал, что вот еще не определено. Не определился сам механизм передачи этого огнестрельного оружия, и не все в этом законопроекте однозначно, нужно еще его дорассматривать. Объясните, пожалуйста, с чем это связано, почему вот такая инициатива была, с какой-то проблемой столкнулась российская военная машина, или, может, увидели какие-то неправильные прецеденты на местах, почему до сих пор Путин не подписал? Ведь мы знаем, что это все обычно происходит прямо на следующий день, если надо. Закон этот взрывной, он на самом деле не является органичной частью вот этого пакета, который генерал-полковник Картополов по совместительству военный преступник, потому что я не устаю напоминать, что именно генерал-полковник Картополов был тем самым руководителем военного округа, из которого вот этот самый БУК, который в дальнейшем сбил малазийский бойник Боинг, вот именно генерал-полковник Картополов тогда был организатором переброски этого БУКа на территорию Донбасса, поэтому вот это преступник. Ну, это просто к слову. Но вот тот пакет законов, который он лоббировал, в нем как раз абсолютно инородное тело, потому что тот пакет законов, он был связан в основном с мобилизацией, с призывом и так далее. И туда внутрь зачем-то залетел вот это инородное тело о создании губернаторских армий. И этот закон взрывной, потому что, по сути дела, ну, любому нормальному человеку ясно, что создание губернаторских армий – это очень широкий шаг в сторону распада России. Потому что центробежные тенденции, которые всегда существовали в России, они в значительной степени блокировались тем, что у губернаторов нет ресурсов для того, чтобы в случае чего подкрепить эти стремления к своему суверенитету вплоть до выхода из состава России. А такие тенденции были всегда. Так вот, идея создания губернаторских армий, фактически, она подкладывает под эти стремления, так сказать, центробежные тенденции российских регионов, она подкладывает под это военную силу. И, в общем-то, получив губернаторские армии, у местных региональных начальников уже не останется тормозов для того, чтобы, в общем-то, в случае как бы ослабления федеральной власти попробовать испытать судьбу, превратившись в глав суверенных самостоятельных государств. Что было и в Советском Союзе, и, в общем-то, стремление к суверенитету вплоть до выхода из состава России было в 90-е годы. Мы видели, как это происходило. Поэтому, и, в общем-то, наверное, все-таки в администрации президента Путинской не все идиоты сидят и почувствовали эту угрозу. А что касается механизма передачи вооружения, то там вообще нет никаких проблем. Там же прописано, что этот механизм из Росгвардии. А в Росгвардии оружия сейчас такое количество. То есть, только что же прошел другой законопроект, когда Росгвардия получает уже и бронетехнику, и вертолеты, и вообще, так сказать, ну, все стреляющее, сжигающее и убивающее, что существует на территории Российской Федерации, все это передается в Росгвардию. А в законе, вот о котором идет речь, о губернаторских армиях, там как раз прописано, что оружие вот эти губернаторские армии получают из Росгвардии. Так что здесь проблем нет. Но это именно как раз полноценные армии, это не какое-то там отдельное стрелковое оружие, там, короткоствол или что-нибудь такое несерьезное. Это вполне себе предполагается создание довольно серьезных армий, которые в состоянии поддерживать центробежные тенденции российских регионов. Это опасность, это на самом деле был очень такой закон, скажем, направленный против имперской сути России. И поэтому здесь, видимо, так сказать, сполошились, видимо, спохватились, что своими руками вбивают гвоздь в крышку гроба Российской империи. А вот про создание армии, о которых вы говорите, тот же депутат, военный преступник, генерал-полковник Картополов, внес законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность за уклонение от призыва в военное время или при мобилизации. К чему это, по-вашему? Будут оглашать военное время и снова объявлять мобилизацию? Вы знаете, я думаю, что вот этот закон пройдет, потому что, собственно говоря, в нем как раз идея, вот все, что укрепляет империю, укрепляет вот этот путинский фашизм, проходит очень легко. И я думаю, что это пройдет. Это закон, который направлен на ужесточение режима. Все законы, которые направлены на ужесточение режима, очень легко проходят. Поэтому эта инициатива Картополова, я думаю, пройдет легко, потому что она способствует ужесточению режима, она препятствует уклонению от, так сказать, участия в преступной войне. Так что я думаю, что это все направлено против людей. А все, что направлено против людей, очень легко проходит в Государственной Думе и подписывается президентов. Так что эта инициатива, я думаю, что будет реализована. Да, и это еще одно свидетельство, лишнее свидетельство о том, что путинский режим, по сути своей, является антинародным, преступным. Спасибо вам большое. Игорь Яковенко, социолог-журналист, был в нашем эфире. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин